Вот, допустим, если плохая судьба наваливается, вам будет хотеться ему говорить, что он плохой. Вот если у меня есть силы, допустим, я с женой шучу. Она капризничает, я с ней очень мягко, нежно. А если нет сил, я уже не могу шутить. Мне хочется сказать, что она капризный человек, что я достойный лучшего. И так далее, понимаете? Это означает, что у меня уже нет силы любить. То есть, когда человеку нет силы любить, тогда чем он занимается? Выяснением отношений. Он начинает говорить, что ты плохой, с тобой невозможно жить и так далее. Но если ты хочешь реально понять, что он неправ, ну, дать ему понять, что он неправ, тогда надо совсем по-другому себя вести. Нужно принять сначала человека. А потом уже через твое принятие и доброе отношение он много чего узнает о себе. Запомните разум человека. Мы вчера говорили о разуме. Разум человека — это такая структура, которая работает только в настроении любви, в атмосфере любви. И, допустим, чтобы учителю, наставнику дать знания своему ученику, он должен с любовью ему говорить. Если он начинает на него нажимать, то тогда ученик не в этом не получит знания, потому что разум приходит беспокойство от любого давления. Поэтому, видите, я с любовью вам читаю лекцию, и вы все понимаете. Если бы я сказал, ты все плохо делаете, вы неправильно, ты разрушил свою семью, ты разрушила свою семью, вы бы выдержали с лекции, вы не стали бы меня слушать. Но я так себя не веду, я пытаюсь вести себя очень мягко, по-доброму, и это дает возможность усваивать материал. Точно так же в отношении личной жизни, только очень спокойный стиль. Вот тогда вы спросите меня, а что делать с обидой, с болью? Что делать с тем, что близкий человек ранит твое сердце? Он, допустим, обижает тебя, предает тебя. Что с этим делать? Это отдельная тема. И беседа в этой теме такая. Если ты хочешь восстанавливать себя, потому что тебе плохо, твой близкий человек тебе в этом никогда не поможет. Восстанавливать себя мужчине надо через друзей, через природу, через храм. Восстанавливать женщине себя надо через подружек, через природу, через храм. Но близкий человек, он может восстановить тебе, помочь тебе только тогда, когда он сам этого захотел. Но если ты попытаешься его заставить это делать, и говорить, ты не прав, поговори со мной по нижней, ты плохо ко мне относишься, то будет еще только хуже. Потому что заставить любить невозможно. Запомните, вот этот медный провод, по которому течет любовь, означает ненасилие, бескорыстие, нельзя заставить себя любить. Только человек сам решает, если он хочет, он любит. Не хочет, не любит. Заставить себя любить невозможно. Вчера мужчина меня спросил, заставь, пожалуйста, мою жену тебя любить. Я не могу заставить его жену меня любить, чтобы она слушала ее лекции. Это невозможно. Или она сама хочет и слушает, или не хочет и не слушает. Человек может слушать кого-то, только если он сам этого хочет. Поэтому у нас нет никаких шансов заставить своего близкого человека слушать правду свою. Это невозможно, потому что отношения любви, это отношения, в которых не может быть никогда никакого насилия. Если вы принимаете это, когда у вас будет счастливая семья, вы тогда скажете, я это принимаю. Но как мне объяснить близкому человеку? Запомните одну вещь, что если близкому человеку ничто, вы не можете что-то объяснить, он все равно живет, как хочет, делает что-то не так. То это значит, что туда вмешалась ваша судьба. Потому что если бы вы победили свою судьбу, он бы сразу изменился и начал себя вести по-другому. Понимаете, есть еще вот такие трудности в отношениях, что человек просто, человека мучает его судьба. А судьба действует только через близких людей. Она через чужих людей действовать не будет. Только через близких. Побеждать судьбу — это тоже специальная наука. Если ты победил свою судьбу, близкий человек уже не сможет тебя мучить. Даже по той причине, что тебе это уже безразлично. Вот, например, жена на меня обиделась. И, допустим, я обидчивый по природе человек, допустим, ранимый. Мне очень больно обидеть, как она обижается на меня. Это значит, что на меня действует моя судьба. Но если я победил свою судьбу, а она обиделась, мне не больно. То есть, другими словами, если человек уже победил свою судьбу, даже плохое поведение близкого человека никак его не будет ранить и травмировать, он будет спокойно к этому относиться. Понимаете?